Ну, чтобы понять, что конвертация может быть разного рода, я просто еще вам для примера зачитаю. Этот текст называется «Равновесие». На какой-либо станции вербилки, скажем, некая старушенца в длинном солопообразном пальто, в валенках и платке, с кошелкой в руках, садится на электричку по направлению к Москве. А в это же самое время такая старушенца с подобными же валенками, пальто и кошелкой садится в Москве на электричку в сторону вербилок. Вот все и уравновешено. Вот жестоко убивают человека, а в это время в жестоких родах появляется ребенок. Вот и уравновешено. Вот убивает 20 или 30 человек, а в это время появляется один ребенок, но зато выдающийся. Вот и уравновешено. Вот убивает 300 человек, а в ответ рождается ребенок, но гениальный. Вот и уравновешенно. Вот гибнут тучи людей, животных, мор и глад и погибель, но в ответ рождается пророк и грандиозная вещь спасения. Вот и уравновешенно. Или совсем из другой области. Вот в Париже говорят умные и сильные слова, а в Саранске зато ранней весной картошку сажают на две недели раньше. Вот и уравновешенно. Или пролетает ангел в районе Сахары, а в ответ происходит серьезное изменение в структуре языка порождения у самых мелких чешуйчицых существ. Вот и уравновешенно. И наконец, я, например, левой рукой выдираю себе клок волос над левым ухом и в то же самое время правой рукой выламываю напротив шестой палец на правой ноге. Вот и уравновешенно.